итак дорогие друзья мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и каждый знатный мануалист должен понимать что мы вроде бы как бы воздействуем на кости да даже главная наша тема это позвоночник ставим позвонки на место но они как правило потом расползаются и обратно встают в неправильное положение так скажем почему это происходит потому что не убрана первая причина у нас как бы основа организма ось терапия ну в общем мы занимаемся в гостерапии ось ты его терапия выстраиваем основную линию организма по вертикали на которую насажен на эту линию позвоночник на позвоночник насажена соответственно все нервные окончания идут во все внутренние органы до насажена наше тело телесная оболочка потом насажена энергетическая оболочка потом аура и так там до седьмой ауры да все как бы на этой оси и это ось она является энергетическим каналом то есть практически из бесконечности через стопы она проходит через нас всех и через макушку уходит тоже бесконечность и по ней энергии идет как снизу вверх так и сверху вниз у человека появляется дисбаланс если идут какие-то блоки если идут функционально из-за которых появляется функциональное нарушение функциональное нарушение появляются соответственно друг за другом отражаясь во всех вот этих оболочку то есть если у нас энергетическая оболочка имеет какие-то нарушения да она отражается у нас в теле энергетическая оболочка напрямую связана с психоэмоциональным состоянием который который есть как отражение души это душа отражается в теле блоками если прежде всего под через позвоночник она отражается блоками на внутренних органах и также и в обратную сторону то есть если мы внутренние органы с них выбираем спазм это влияем на позвоночник являем на наше эмоциональное состояние иначе влияем на на ауру то есть она устраивается гармонично то есть это все работает и в ту и другую сторону так вот в чем проблема если мы работаем только с позвоночником да вроде бы поставили но есть спазмы органов внутри которые начнут не устранены да они начинают позвонок все равно тайских обратно теги да поэтому гонон терапию включается и массаж живота и внутренних органов в том числе ну мы называем его бестеральным массажем потому что тут находится висцеральный мозг и вообще-то область называется висцеральные но это не не классика как говорится по агулова да у нас существует институт агулова они практически вообще все болезни лечат через массаж внутренних органов у нас вот есть поэтому я покажу как вот как вот мы это делаем да и вот у нас есть специалист володя да который может нас подправить или подсказать что дополнение всевозможное по методу агулова ну начнем попробовать да да значит сразу наложили руки с животом надо работать аккуратно потому что нам нужно дать подсознанию понятия что мы не внедряемся резко начинаем постепенно и все наши сейчас приема они тоже будут иметь такую очередность с мягких до более жестких с поверхностных довольно глубоких перистальтика работают по часовой стрелке поэтому сама все движения мы делаем по часовой стрелке вот уже начинаются такие поглаживания более глубокие растирающие под ребрами спиралевидными движениями большими пальцами разводим куберемру сторону углубляясь глубже-глубже далее рисуем примерно вот из области заканчиваются кости плохая зона обозначена у нас гребен и подвздошной кости верхние ребрами да получается вот такой вот диаметр вокруг кубка этого представьте что это циферблат есть циферблат еще поменьше посередине кубка от него вот начинаем соответственно по внутреннему отводить мышцы сторону достаточно широко вот на 3 на 4 на 6 на 7 на 9 на на 10 на 11 на 12 ушел теперь по внешним циферблатом на 12 на 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и 12 закончили каждый раз закругляем как было все наше движение и толстый кишечник у нас как бы идет наиболее ближайшем к нашему воздействию тут идет восходящая тут как-то вот она провисает так я зовут как вот эта часть называется поперечная по точно потом она уходит вот туда глубже оттуда нисходящее идет и вот тут вызывает зима видна и доходит до сюда ныряет туда и в общем к прямом кишке до возданного ответа уходит поэтому вот мы начинаем его стимулировать примерно понимая как ему по очереди идиот уходит вот туда про стимулировать можно добавить именно вот эту часть сильно видно поглубже заходим забираемся туда и простукиваем по ладони вот таким кишку стимулевообразным движением что после этого массажа в принципе вполне нормально что этот человек убежит в туалет или по большому либо по маленькому эта кишка очень важно потому что именно там скапливаются у нас скаловые массы фекальные слизи всякие камни такие в кадр бывают мы их лишний раз проигрируем лишний раз моих простучим это не грех то есть во время нашего массажа можно вернуться несколько раз далее запускаем наши органы они тоже начинают работать по часовой стрелке справа налево сначала это печень запускаем их вибрации просто активизируем в печене потребили находится там поглубже туда пытаются нажмусь не запустили вибрацию на самом деле это я рассказывал долго весь массаж длится на минут 10-15 если конечно вы хотите еще инцидент программы кучи в том можно побольше полчаса далее желудок идет его про вибрируем селезенка ночный пузырь вибрируем мы по-всякому но основной нас наш посыл это перпендикулярно туда в проекцию сверху организм до желательно 12 перстной пушка до желудочная железа потом почки примерно по 5 сантиметров от линии пупка но почки находятся сзади достаточно глубоко поэтому стараемся туда внедриться поглубже не было некрасиво да это вот ты поел как мы просто штанги кишечник задеваем вот он начало кусту кишечника здесь вот единственное что лимфоузлы находится и если вы будете на площадке да это будет больно поэтому старайтесь немножко ткани подобрать с живота и вот туда зайти то есть не напрямую в косточку дали да а вот с этой стороны также с этой стороны потом провибрируем мочевой пузырь можно достаточно глубоко для мужчин очень важен важно нас предстательная железа если мочевой пузырь пустой надо чувствовать это мы можем через него добраться еще глубже туда залезть плодов у костю немножко вот туда вниз в данном случае я ее не нащупал плотно вибрацию туда могу послать импульсно вообще многие думают что вот массаж железы там все время через отверстие делается да но можно оказывается через золото делать если люди приходят из полного животного в принципе я ее даже нащупывала на такая вот из двух доли состоит как такой орешек и вот желательно эти доли по одессе размять и между ними пальчиком пройтись можно даже отсюда если вы понимаете что у вас большие ногти да и слишком острых делать клиенту то можно наложить две руки две руки как на друга и вот так вот легким смещением давать вот такую вибрацию для женщин важны яичники они находятся примерно вот здесь то есть пупка на сантиметров 5 ниже и примерно по 10 сантиметров от этой линии цедра длини в бог них про стимулировали про вибрировали и часто наши органы опущены поэтому мы делаем такие движения плавающие поднимающие снизу вверх тут хорошо сделать эффект рыбки то есть наша рука ладони нужно достаточно пластичная плавает плотно прижались да практически не открывая руку вот мы как выплывем и можно вот это лучше заходить опять вот этот цикл мы повторили по кругу нужно развести больше тоже такой форма образующий массаж воздействия на верхнюю диафрагму растянем не помните он говорит куда мы думаем там оно и происходит наше воздействие то есть даже не видя внутренних органов можно спроецировать наше внимание на диафрагме да и через все верхние ткани доходим мысленно до всех ее краев она как фасция может быть перенапряжена стянута и потихонечку расслабляем растягиваем если конкретно вы разбираетесь во внутренних органах то можно провибрировать и продавить некоторые из них примерно находится желчный проток опускаясь ниже находим вот желчный пузырь если его продавить в принципе вот для теста как мы можем сделать то же самое как с мышцами помните мы говорим если находим болевую мышцу до находим где она заканчивается и продавливаем ее потом я спускаю по такой же технологии в принципе действовали здесь вот а ты дыши животом успокоен успокаивайся и чувствую сейчас так будет уходит этого достаточно буквально продавить минуту может дверь уходит боль и потом резко отпускаем другого у печени также нужно проверить не больно вот находим где болезненное место не больно идем по контуру всех ребят где больно ты не скажи не больно вот тут как раз пошла вот эта цигновидная кишка ее можно еще дополнительно это болезнь надо протолкнуть эти массы прямо вот туда так а вот здесь вот кишечники тут ничего не больно вот тут что то есть то свой руками можете дополнительно его спрашиваю да ты проверять сами будут плотать прошагу тебя ничего не чувствуешь тесто вот на это место значит помягче большими пальцами нажали вот дыши 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 вот так же можно в принципе залезть и поглубже прямо кулаком растянуть можно и локтем медленно и осторожно естественно никаких рывков никогда мы не делаем вот протекло мы чувствуем операции не опускаю давление проработали мышцы пресса снизу вверх запускаем их потому что это поверхностно наши мышцы мы ведем кровь сердце также можно применять всякие растирающие методики и методики для устранения жира можно использовать ингибитор жиросжигатель такой да и но это уже другие технологии ящик постановить не буду останавливаться делаться достаточно жестко просто пока продемонстрирую как это делать там всякий на срыв есть всякие методики такие такие там это немножко другая тема сейчас мы не будем останавливаться и в завершение скажу что надо успокоить мы успокаиваем мягким качающим движение движением опять же по часовой стрелке и тихонечко медленно медленно убираем руки даже быстро сейчас сделал на это уходит минутки две вот так вот ну вот такой вот у нас наша массаж внутрих органов волода есть чего добавить или подсказать так скажем по-голоски в следующий раз да но очередность разная да и проекционные зоны изменить корректировать да ну все так или тем тогда это будет отдельная тема если вы придете к нам конечно узнаете гораздо больше нюансом разбираем и ставим руки непосредственно здесь а сейчас до новых встреч дорогие друзья с вами был Олег Алабудвин и Академия Телесоанисеевых Практик сажирен Продолжение следует...